Судьба 300 гектаров земли на территории полейнии Юго-Востока вот уже 5 лет остается туманной. Еще в 2012 году власти планировали забрать данный участок у института, отдать его под жилую застройку и организовать здесь новый городской парк. Прекрасные начинания разбились о суровую действительность. Сначала не нашлось инвестора для реализации столь масштабного проекта, а затем отчуждения земли стали оспаривать в судебном порядке. В 2014 году аппетиты властей поумерились и в строительстве нового парка было анонсировано участие конструкторского бюро «Стрелка». Представленной ими концепцией развития на 2015 год фигурирует уже детский парк под названием «Швамбране». Вся вот эта территория, все что ограничено с севера Гуселкой, снизу улицы Тулайково, значит, вся эта территория, это полейнии Юго-Востока сегодня, они предполагаются под будущую жилищную застройку. И, конечно, та территория в 32 гектара по улице Шахурдина, которая отведена под размещение городского парка. Название выбрано прямо-таки не случайно в произведении «Кондуит» и «Швамбране». Последнее — это название выдуманной детьми страны, без злодеев, в которой они прятались от суровой действительности. Именно здесь два года назад обещали строительство парка с аттракционами, аквапарком, зоопарком, детским развлекательным центром. В начале лета прошлого года даже высадили деревья на 9 гектарах, но без должного ухода растения погибли. А горожане вместо нового парка получили строительство не то новой заправки, не то станции технического обслуживания. Глядя на все это великолепие, кажется, что детям о новом парке придется только мечтать. Прямо как героям льва Кассиля, уходя в фантазии от суровых злодеев. Илья Матушкин, Андрей Крахмалев, Открытый канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА